Приветствую вас! Есть несколько путей, по которым вы можете идти для достижения своей цели. Первый путь это путь такой, какой избрали вы, то есть это путь своего рода родительский, это путь своего рода такой опекающий, как у, знаете, ребёнка. То есть вот он у меня, говорите вы, он у меня сильный, волевой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Этот путь ведёт к тому, что вы просто станете для мужчины ещё одной мамой. каких у него было, как вы сами сказали, две штуки. Вот. ну, если вы выбираете данный путь, это ваш выбор, это ваше решение, вам в таком случае нужно просто быть всё время рядом, просто смотреть, что у мужчины не получается из того, что он хочет. понимать, в чём мужчина не преуспевает, ну, по тем или иным причинам, да, и, просто-напросто давать ему это. постепенно изучать, постепенно изучать, когда мужчина испытывает стресс по едва проявлению, едва заметным проявлениям его характера, его реакции, его поведения, что можно, понятное дело, достичь только лишь со временем. И, в этот момент, давать ему ласку, тепло, поддерживать его, может быть даже молча, то есть, ничего не говорить ему, ему. Просто, короче говоря, быть рядом. Вам нужно изучать мужчину, вам нужно изучать его желания, его потребности, его чувства, если угодно, так сказать. Вам необходимо читать мужчину, вам необходимо внимательно наблюдать за ним, следовать своей интуиции по большому счету, и со временем это может вылиться во что-то большее, со временем это может приобрести совсем иной характер, нежели чем это есть сейчас. Но, это процесс такой, достаточно долгий, как, я надеюсь, вы понимаете. Это первый путь. И тогда, мужчина окажется в привычный для себя такой вот опекающей, наверное, среде, где ему будет хорошо, комфортно, где его будут принимать, где будут подчеркивать его мужественность, его волевой характер и так далее. Ну, это один путь. Я полагаю, что может помочь еще обращение к чувствам мужчины. То есть, вы его как бы будете спрашивать. Дорогой, а ты чего хочешь? Дорогой, а ты вот что чувствуешь, что думаешь по этому поводу. То есть, по таким вот мелочам, если вы будете спрашивать его мнение, то со временем, именно со временем, заметьте, пожалуйста, со временем, человек раскроется перед вами. Со временем человек почувствует, что с вами как бы можно. С вами можно. Конечно, останется вопрос, что можно и как можно. это но это, согласитесь, уже не столь важно. Ну, просто потому что нужно, чтобы мужчина просто учился проявлять чувства. Здесь есть такая тонкость, что мужчина не сможет проявить свои чувства именно сразу к вам. То есть, мужчина будет проявлять чувства постепенно и не только к вам. Он будет проявлять чувства вообще. Понимаете? Он будет проявлять чувства вообще. И к вам, в частности. Вот такая позиция она является тем, что вас ждет. С другой стороны, совершенно не факт, что вас как-то получится человека привести в эти самые чувства. Ну, то есть, не так, что он будет проявлять чувства вообще так, как вам, например, того бы хотелось. И вот здесь нужно, чтобы вы отдавали себе отчет. А зачем мне проявление чувств мужчины? Для чего это именно мне? Зачем мне это? Ну и так далее. то есть, мы же говорим все-таки именно про любовь, мы же говорим все-таки именно про какие-то чувства, мы же все-таки говорим про отношения. а это означает, что вам нужно принимать своего мужчину таким, какой он есть. Вам нужно принимать своего партнера таким, какой он есть, если вы этого не делаете, то есть подозрение, что вы его не любите. Вот. Подобные мужчины болезненно реагируют на то, когда у них просят, скажем так, того, чего они дать не могут. Вот вы говорите, что значит, мне приходится домой проявлять инициативу, чтобы получить немного тепла. А вам тепло нужно для чего вам тепло нужно. Вот без тепла вы себя не чувствуете хорошо? То есть, как реализуются, например, ваши интимные отношения, если угодно. угодно. Как вы, ну, если у вас секс. А почему я об этом спрашиваю? то, дело в том, что если речь не идет о каких-то базовых физиологических потребностях, да, ну, я бы не сказал, что вам в этом случае ну, имеет смысл требовать от мужчины того, чего вы хотите. эм, потому что иначе это будет выглядеть так, как будто вы человека используете. А я не думаю, что вы этого хотите. Я не думаю, что вам это интересно. это был первый путь, в котором два важных постулата. Первый постулат это адаптация и подстройка под мужчину. Второй постулат это научение удовлетворять свои желания, собственные ваши желания самостоятельно. Следующая важная деталь, следующий важный вопрос. Это вопрос посвященный другому пути. и этот другой путь является ну, более, на мой взгляд, предпочтительным. начал я не с него потому, что хотел ответить вам на прямой вопрос. Чтобы у вас не было ощущения, что я отвечаю так, как хочу, не так, как нужно. Поэтому сперва я ответил по непосредственно вашему запросу, а теперь выскажу свое мне изменение. Дело в том, что холодность и в известной степени признание ее наличия этой холодности говорит о том, что человек ну, мягко говоря, не очень-то желает что-либо менять. Человек не очень-то желает как-либо меняться и развиваться в этом направлении. Ему хорошо, его все устраивает. Зачем что-то делать? Зачем по факту отдавать отдавать? Зачем по факту ну делать что-то для например вас, для твоей женщины? Вот. Зачем? Ведь вы принимаете человека таким, какой он есть. И в этом контексте правильным путем для вас, правильной позицией, если угодно, для вас, будет заявить мужчине о том, что у вас есть желание, ну, например, получать тепло, тактильный контакт, это естественно, что вы хотите этого, что вы стремитесь к этому. И выращение мужчине своего понимания того, что того, что он не может проявлять свои эмоции, что основу у него проблемы. Но, тем не менее, обратить его, значит, так скажем, внутренний взор на эту проблему и сказать, что это его проблема, ну, не ваша, да, а именно его, и что именно мужчине, раз он такой волевой, сильный, и так далее, нужно эту проблему решать. Не вам решать, не вам, а именно ему. Ему самому. И вот таким образом делая счастливее себя, ибо он же понимает, сколько, сколького лишается не проявляя своих эмоций, эмоций, он же понимает, сколько он теряет, не реализуя своих чувств, не живя эмоциональной жизнью, и делая счастливой вас, потому что вы заслуживаете того, чтобы, ну, собственно, получать от мужчине то, что получает любая каждая женщина, ну, любимая женщина, скажем так. И в этом ключе вы предлагаете мужчине работать над собой. обратиться, например, к психологу для того, чтобы человек поработал, развил свой эмоциональный интеллект, то есть научился осознавать и распознавать свои эмоции. Это может сделать только он. То есть вы, грубо говоря, позволяете мужчине быть собой. вы позволяете мужчине самому решать проблемы. И это в общем-то очень правильно. Ну, на мой взгляд очень правильно. потому что если мужчина такой серьезный, как вы говорите, то не пристало женщине терпеть какую-то обделенность, что ли, тем, что мужчина вот не может проявить свои чувства. в этой позиции не будет он у меня, в этой позиции не будет такой направленности, как его отогреть. В этой позиции будет только я тебя очень люблю, я хочу, чтобы ты был счастлив. и я буду делать для этого все, что в моих силах. Но и ты, и ты постарайся сделать что-то для меня. И ты постарайся сделать что-то для того, чтобы у нас вдвоем получилось. Чтобы грубо говоря не вы одна трудились и старались, а чтобы мужчина сделал что-то для этого тоже. Ваша позиция подразумевает, что мужчина вообще ничего делать не будет. Это не есть. Хорошо. Потому что, ну, если мы говорим о живом человеке, если мы говорим о партнере, то ему, ну, как минимум нужно вносить свой вклад в отношения. А если поведение поведение эм партнера этого не предполагает, ну, просто поведение партнера не предполагает что значит человек будет что-то делать сам. ну просто не предполагает, то зачем тогда мужчине что-либо делать? Зачем мужчине проявлять чувства? Зачем мужчине отогреваться? Что он получит? Ничего. Мужчина ничего не получит, если будет делать то, что вы от него хотите. Потому что это наложит на него лишние обязанности, а лишних обязанностей он, конечно же, не хочет. Ну, это нормально. На его месте, наверное, никто бы не хотел. Поэтому вам спасите дело и решать. Понимаете? Вам решать, будете ли вы что-то делать сами? Будете ли вы как-то вот менять свою позицию? Адаптируясь под запросы мужчины? Или вы будете его симулировать на то, чтобы он сам что-то делал. Я полагаю, что только вы и только вы способны ответить на этот вопрос. То есть, грубо говоря, вам выбирать, грубо говоря, вам решать, как будет развиваться дальше ситуация. Займете одну позицию, будет один результат. Займете другую позицию, будет другой результат. Поэтому, я полагаю, это именно так. Ну, а если по какому-то вопросу у вас возникнут трудности, если по какому-то вопросу вам понадобится помощь, то обращайтесь. Любой психолог на нашем сайте вам с радостью поможет. Ну, а на этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.